Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас будет расклад на тему, как относится ко мне мужчина, о котором я постоянно думаю. Загадайте, задумайте мужчину, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Итак, мы сейчас посмотрим, в каких энергиях мужчина. Мужчина, возможно, огненного знака зодиака, но не обязательно. Это лидер. Возможно, у него есть какая-то должность. Способный повести за собой массы, обладающие даром убеждения. Сильный, мудрый, смелый. Умеет уважительно относиться к чужому мнению. Также он старается оказывать помощь людям. Очень щедрый. Может достичь успеха в различных сферах жизни. Он часто знакомится с интересными людьми. Также мужчина, в его жизни происходят все время какие-то перемены. Он не любит сидеть на месте. Для него движение. Он все время двигается, куда-то едет, что-то делает. То есть, если ему приходится заниматься какой-то скучной, однообразной работой, то это временное явление. Сейчас показывают, что у него есть какие-то проблемы, финансовые проблемы. Возможно, были какие-то сильные траты. Может, с семьей связано, с какими-то покупками. Также у нас были праздники. Может быть, из-за них было много растрат. И сейчас он об этом думает, как же все это привести в порядок. Давайте смотреть на вопрос, как относится ко мне мужчина, о котором я постоянно думаю. Сразу карта показывает, что отношения у вас судьбоносные. То есть, избежать их невозможно было. И для него вы самая любимая, самая лучшая женщина. Даже его к вам очень сильно тянет. То, что у него с вами происходит, ему это очень нравится. Какие-то события у вас быстро развиваются. Он также показывает, что он видит у вас невероятную энергетику. И что за что бы вы ни взялись, у вас дела практически всегда получаются успешными. Ему это очень нравится. Когда он находится с вами, его переполняет радость и какое-то удовлетворение. Он считает, что ваши взаимоотношения сейчас идут каким-то переменам, значительным переменам, в хорошую сторону. Мужчина думает, что у вас сердечные дела действительно начнут и будут складываться замечательно. Хотя показывает, что есть какие-то непростые ситуации с вами. Но он считает, что у ваших отношений хорошие перспективы. Также он видит у вас, что вы, если занимаетесь каким-то делом, то вы получаете от этого удовольствие. Видит у вас практичность, решительность, что вы можете довести дело до конца. И с каждым разом он видит в том, что вам можно довериться, перед вами можно раскрыться. Карта Дьявол в отношениях к вам показывает, что мужчина, если у вас их нет, то он хочет крепких отношений с вами. Ну, естественно, очень сильно влечет к вам. Он хочет с вами интимной близости. Также мужчина, он сам очень сильно привлекательный. К нему многие женщины тянутся. То есть он их притягивает, женщин. Между вами карты показывают очень сильную страсть. Чувственная страсть. Также карты предупреждают, что нужно все-таки немного быть осмотрительным. Может быть мужчина делать какие-то ошибки. Может его завести куда-то. Он может сделать нехороший поступок. То есть у него есть такая черта, что он может немножко завернуть не туда. Во всяком случае карты показывают, что у него есть шанс и возможность изменить себя. Также от неправильных поступков, от каких-то неправильных решений ему помогаете вы. То есть вы его сдерживаете. Давайте возьмем Маракусь. Как относится к вам мужчина, о котором вы думаете? Он хочет, чтобы вы были его. Как бы принадлежали только ему. Он хочет вас заманить в свои сети. Второй раз показывает карту. Мужчина считает, что вы ему по судьбе. Ну что с вами все будет хорошо, что вы ключик к его проблемам. Он с вами может решить много того, чего не мог сам. И с вами у него только самое хорошее. Плюс выпала семейная карта. То есть для мужчины вы уже семья. Он считает вас уже семьей. Даже если вы не в браке, то в голове вы уже для него семья. Ну вот так вот нам показали сегодня карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.